Как узнали? Мы весь месяц ждали, когда нас повезут. Долгожданные теплоходы в 8 часов утра встречают дачники. Из-за высокой воды в Амуре больше месяца высаживать пассажиров на левом берегу было невозможно. Речники ждали, когда уровень воды будет меньше 5 метров. Он опустился на днях. Проехали по всем остановочным пунктам, посмотрели подходы, дали свое заключение и дали разрешение на осуществление перевозок. Возобновили работу в прежнем режиме, то есть перевозки будут осуществляться кроме понедельника и четверга по расписанию. О том, что теплоходы возобновляют работу, люди узнали из новостей и в диспетчерской Амурского пассажирского пароходства. Дачники переживали, что до заморозков не успеют увидеть своими глазами, что натворила большая вода на их участках, и подготовить их к зиме. Надо будет убирать дом, убирать все растения, которые сейчас, естественно, погибли. И перекапывать, может быть, землю. Посмотреть, там же течение работало. И посносила, иила наносила. Ну, в общем, короче говоря, там сейчас работы тоже хватит. Надо Амур-батюшку не спирать на Амур-батюшку. Величайшая река. Чистить ее надо. Тогда круглосуточно работали и чистили. А сейчас нет. Вот с этого начинать. И вот Дегтярев, чтобы первый Михаил взялся за это. Ну, он молодец. Вот в этом отношении взял, взял, взялся. Движение по Амуру открыто по трем маршрутам. По плану навигация продлится до 30 октября.